Помолимся Господу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живи с десы, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю приди и вселись овны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты сказал причистыми Твоими устами, что без Тебя мы не можем делать ничего. Веруем в Твои слова, Господи, и молим Тебя. Помози нам сие дело, нами начинаем, а Тебе самому соверши. Не дай нам, Господи, уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания в слов священного Твоего Писания. Отверзи уши и очи наших сердец, чтобы мы услышали Твои слова и исполнили, и прославили все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир всем! Сегодня 21 августа 2024 года, среда. И сегодня мы приступаем к изучению новой книги Священного Писания, Нового Завета. Это послание апостола Павла к Титу. Вот, сейчас я выведу на экраны, сделаю демонстрацию, и мы приступим. Так, микрофончики, пожалуйста, отключайте у себя, чтобы нас ничто не отвлекало. И с Божьей помощью мы будем погружаться в это бездонное море, в этот океан Слова Божьего. Итак, первая глава послания апостола Павла к Титу, первый стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию. Итак, толкование Блаженного Феофилакта. Безразлично употребляют эти выражения. Иногда называют себя рабом Христовым, иногда апостолом Божиим. А теперь наоборот, говорит, как Павел, раб Божий сначала, потом апостол же Иисуса Христа. Так, по какой причине? Феофилак говорит, так он не полагал, не полагал никакого различия между отцом и сыном. Как есть некоторые злые языки, богохульники можно даже их назвать, что говорят, что отец выше сына или сын выше святого духа и так далее. Нет, говорит, это для Павла было совершенно безразлично, потому что они равны друг другу. Лица святой троицы равны друг другу. Единственное, они отличаются по своим характеристикам. Отец, он предвечно рождает сына. Сын предвечно рождается от отца, и Дух Святой исходит от отца. Всё. Феофилак говорит, понимать это можно по-разному. Во-первых, или что я стал апостолом, когда он говорит апостол же Иисус и Иисуса Христа, или, говорит, то, что я стал апостолом, чтобы избранные уверовали через меня, или что я избран апостолом не за мои совершенства, но потому что Бог благоволил верить мне избранных Него. Поэтому всё есть дело благодати. А не потому, что я был достоин, но это было всё ради избранных, говорит Павел. А точнее, говорит Феофилак, как бы от лица апостола. Я апостол Иисуса Христа по вере избранных, значит, то, что я не по каким-то своим заслугам был избран, но именно, внимание, что ключевое по вере, и по вере не просто, а избранных. То есть отсюда мы можем заключить, как любит нас Бог, к которым обращается апостол Павел. Поэтому, говорит Феофилак, всё есть дело благодати, а не потому, чтобы я был достоин, но ради избранных. Потом, чтобы показать, что и мы должны привнести что-нибудь. То есть мы. Павел прибавил. И по знанию истины. То есть так как я познал истину учения сего, поэтому и верено мне. Нет, то есть поскольку я разбираюсь в этом вопросе, Дух Святой даёт мне понимание. Не только по вере избранных, но ещё и по познанию истину. Я познал, говорит, истину. И не своими силами, а Бог мне это дал. Эту возможность познать. Видите, поэтому и прибавил и по знанию истины. То есть так как я познал истину учения сего, поэтому и верено мне. А лучше, говорит Феофилак, даже и познание не наше, но Он источник этого. То есть Он дал это познание. «Ибо прежде мы были познаны, а потом познали». Сначала мы были познаны, говорит Феофилак, а только потом мы познали истину. Господь увидел, что мы способны эту истину познать. Увидел, как Бог, Он всё видит наперёд. Он находится вне времени, и как Творец Он всё знает, своё творение. Он увидел, что мы были способны эту истину познать. И после этого Он уже нам даёт это познание. «Ибо прежде мы были познаны, а потом познали», говорит Феофилак. «Или что я уверовал подобно прочим избранным и познал истину». Даже для противопоставления иудейским обрядам Павел сказал «истины и познанию истины». Не иудейских обрядов, а именно истины. «Ибо иудеи, то есть обряды вот эти иудейские, говорит Феофилак, не истина, хотя и не ложь, а образ и тень всего лишь напросто». То есть ветхий закон, который был упразднён, именно не весь, а обрядовая часть богослужебная и то, что касается политики и жертвоприношения и субботы, вот этот был отменён. «Потому что это всё было только тенью истины», говорит Феофилак. «Потому что это не было, хотя это была не истина, и также это не было и ложью Моисеев закон, а это был образ и тень. И, называя нас избранными, Павел осуждает иудеев. Ибо если и они, то есть иудеи, были некогда избранными, они были же некогда избранными, естественно, то, Феофилак говорит, как бы от лица апостола Павла, то не теперь они избраны. Почему? Потому что они до сих пор придерживаются закона Моисеева. Но они принимают Христа. Поэтому теперь они не избраны. А кто-нибудь скажет, а разве не могут они быть избранными? Могут, если примут Христа. Но пока не хотят во всей массе принять. Поэтому пока не избраны. «Смотри, — говорит Феофилак, — прежде вера, а потом от неё познание. Сначала вера, а потом познание от веры. Потому что вне веры ты не можешь познать истину. Вне веры. Сначала ты должен уверовать, что Иисус есть Христос. Прежде вера, а потом от неё познание от веры. Но не от рассудочных изысканий. Сказав истинной, к познанию истины, прибавил относящиеся к благочестию. Истина относится к благочестию. Никак не к злым поступкам и греховным деяниям. Потому что и в житейских делах есть познание истины. Истина другая от разного, да, говорит Феофилак как бы. То, что есть истина, которая относится к благочестию, а есть истина, которая в делах житейских. То есть, допустим, нужно строить именно вот так. То есть, не с крыши начинать строить, а с фундамента. Это истина, да. Это истина, но это только в делах житейских она относится. А здесь апостол Павел именно подчёркивает к познанию истины, по вере избранных и познанию истины, относящейся к благочестию, то есть к духовному. Потому что и в житейских делах есть познание истины. Например, кто-нибудь истинно знает землетельческое дело или строительное дело. Итак, не об этой истине речь, а об истине по благочестию. Первая титул, глава, стих второй. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времён. Добавьте, пожалуйста, сестру Надежду Благодатскую и её этот значок удалите. Итак, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времён. Толкование блаженного Феофилакта. «Сказав, насколько облагодетельствовал нас Бог для настоящей жизни, говорит и о том, что Он даст в будущем». А что Он даст в будущем? Жизнь вечную. Почему? Потому что сказано «в надежде вечной жизни». Мы обязаны надеяться. Уже и самое познание истины – величайшее благодеяние для нас, освобождённых от заблуждений. Но в награду за это Бог даст нам ещё и, внимание, жизнь вечную. Так как мы познали Его, то мы и надеемся, говорит, на вечную жизнь. Видишь ли, как Он тотчас же с самого начала указывает на благодеяние Божие, чтобы как самого епископа, так и тем более его учеников сделать более готовыми к тому, чтобы угодить благодетелю. Словами «в надежде вечной жизни» Павел не спровергает иудейские обряды, ибо они, иудейские обряды, имели награды и настоящую жизнь. Обратите внимание, что давали иудейские обряды исполнения. То есть ветхий закон Моисеев, обрядовая часть её богослужебная, и они давали жизнь именно настоящую, земную. Если Бог не изменен, то, несомненно, даст и после смерти то, что обещал. Сейчас я Надежду Благодарскую пердону. Продолжение следует... Если Он не изменен, то, несомненно, даст и после смерти то, что обещал. Издревле ещё говорит, Он предопределил это, а не вследствие раскаяния. Не потому, что иудеи не обратились к Нему, Он даст это нам, а потому, что Издревле так было предопределено, и Он возлюбил нас от века, то есть от вечности. Что Он возлюбил нас от начала, это указывает на наше благородство. То есть Бог изначально знал о нашем благородстве, поэтому Он нас изначально избрал. А не потому, что иудеи... Как бы не по причине, что Бог обещал Аврааму, что он спасёт иудея, его семя. Не по этой причине. Но Бог просто знал, что мы обратимся. Мысль именно такова. Так. Ну что ж, идём дальше. У меня, кстати, что-то не видно тут чат, телефон завис. Сейчас я посмотрю в чате, что-то есть или нет. Так, Надежде Благодатской надо написать, перезагрузите. Так. Третий стих. А в своё время явил своё слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Толкование блаженного феофилакта. Что бы кто-нибудь не сказал, почему Он, Господь, медлил дать то, что определено от вечности? Резонный вопрос, конечно. Вот что бы кто-нибудь это не сказал, говорит, что из попечения о нас, и для того, чтобы сделать это благовременно. По двум причинам. И из-за того, что Он печётся о нас, и из-за того, что Он как бы сделал это благовременно. А временем Писание называют удобное время, как, например, время Господу действовать. То есть благоприятное время. Это Псалом 118, стих 26. Итак, в своё, говорит, время, то есть сообразное надлежащее время. Вот, Он явил в своё время слово в проповеди. То есть явно с дерзновением. Что же Он явил? Слово своё, то есть Евангелие. Каким образом? В проповеди, то есть явно с дерзновением. Явно явил с дерзновением. Проповедующий не прибавляет, не убавляет. Это важно, кстати. Бывает часто такое, наблюдая, что священники говорят проповедь, и бывает так заносит, что они и говорят вопреки Священному Писанию. Это важно. Именно не прибавлять и не убавлять от слов Его. Можно даже, если кто может, привести стихи Писания, что кто убавляет и кто прибавляет от Его слова, то что с ним будет? Притча, 30-я глава. Благодарю, брат. Притча, 30-я глава. Вот, сестра Девора скидывает в чат. Давайте зачитаем. Числа, 23-я глава, 19-й стих. Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не... И так далее. Ведь сегодня, видимо, со скайпом что-то. Я на всех телефонах тоже отправляю, и у меня до сих пор сообщения не отправились. Вот, ну ладно, что же. Так, а давайте-ка, что брат сказал, притча, 30-я глава. Притча, 30-я глава. Скинем и зачитаем вслух этот стих. Да. И посмотрим. Так, 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 так. Вот. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А нет, даже пятый стих. Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. К сожалению, не могу скинуть в чат, что-то у меня не отправляются сообщения, только поэтому на слух принимайте. Виснет что-то почему-то. Ну ладно. А в свое время явил свое слово в проповеди, веренный мне по повелению Спасителя нашего Бога. Чтобы кто-нибудь не сказал, почему Он медлил дать то, что определено от вечности, говорить, что из попечения о нас, и для того, чтобы сделать это благовременно. Временем Писание называет удобное время. Как, например, Псалом 118, стих 126. Время Господу действовать. Итак, свое, говорит время, то есть сообразное надлежащее время Он явит. А что же Он явил, спрашивает Фессилак? Слово свое. То есть Евангелие. Запомните, Евангелие и слово свое — это синонимы. Каким образом Он явил в проповеди? То есть явно с дерзновением. Открыто перед всеми. И с дерзновением. Почему? Потому что пришло время Господу действовать. Проповедующие не прибавляют, не убавляют. И мы сейчас зачитали стих, в притче. Что будет с тем, кто прибавляет к словам Его? Он обличает тех людей. А очень страшно быть обличенным от Господа. Так и мы, говорит Фессилак, как бы от лица апостола Павла, мы проповедуем то, что нам повелено, конечно. Только вслух всех, как и Христос сказал, проповедуйте на кровлях. Матфея, 10 глава, 27 стих. Что значит проповедуйте на кровлях? То есть, что говорит, я вам говорю, в ухо Господь говорит, то проповедуйте на кровлях. То есть, встаньте на высокое место, то есть на крыше своих домов, и громко кричите то, что я вам говорил на ухо. Это самое нужно понимать и то, как вот, допустим, мы благовествуем в интернете. Мы благовествуем людям, когда встречаемся. Говорим им о Христе, о том, что так нас возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Проповедуйте на кровлях, означая способом и местом прямоту, беспристрастность и свободу. Господь дал нам все. Вот когда мы раздаем Евангелие, и кто-то нам может сказать, а кто вам это позволил, кто разрешил? Да, мы можем, конечно, Евангелие открыть и там прочитать, что по благословению патриарха Кирилла, но Феофилак говорит нам, Христос дал свободу. Сейчас время благоприятное для этого. Господь дает нам дерзновение возвещать о нем. Почему? Потому что придет время, когда уже нельзя будет этого делать. И это будет время суда, время второго его пришествия. Заметь, говорит Феофилак, последовательность требовала сказать так. Явил в свое время, то есть вечную жизнь, но он привлек не так. То есть Павел не так привел, а как? Явил свое слово. Не в свое время, а явил свое слово. Справедливо. Ибо Евангелие все объемлет, то есть все обнимает. Как то, что в настоящее время нам дано, это благочестие обнимает, веру, истину, так и то, что обещается в будущем веке, то есть жизнь вечную. Некоторые, впрочем, под словом «его» разумели сына, то есть вторую ипостась Святой Троицы. Эта проповедь говорит «поручено мне». Кому? Апостолу Павлу. Итак, если поручено, то я не должен мыслить того, что недостойно поручившего мне. Не должен притворяться или выражать неудовольствие на то, что мне поручено. К тому же это поручено мне, внимание, по повелению, иначе сказать «я невольно вынуждаюсь делать это». Вспомним, как апостол Павел говорит о себе «горе мне, если я не благовествую». И здесь он говорит «я вынуждаюсь делать это дело», дело проповеди, вынужден проповедовать. Из того, что должно делать, одно делается по повелению, другое – по увещанию. Например, «примирись с братом твоим». Матфея 5 глава 24 стих. Это повеление. И кто не исполнит его, наказывается. Но продай имение твое. Матфея 19 глава 21 стих. «Если желаешь». И еще «кто может вместить, да вместит». То есть имеется в виду речь о девстве. Это увещание. И не исполняющий их не наказывается. То есть не каждому, нет такого обязательства, чтобы каждый продал все свое имение. Но это увещание. Помните, апостол, ко Христу пришел богатый юноша. И юноша сказал, что «я все заповеди соблюдаю, отвечая на вопрос Христа». И Христос говорит, «одного тебе не достает, иди и продай имение твое». И раздай нищим. И будешь иметь сокровище на небесах. Но с этим юношей там был случай как бы частный, потому что Господь, он сердцеведец, и он знал, что у этого человека сердце обращено к богатцу. И поэтому ему было повелено, если всем апостол Христос, обращаясь ко всем, это как бы увещевает всех. Просто ты обретешь больше свободы, когда ты все имение раздашь. Ты будешь просто странником. Многие, наверное, читали из вас книгу «Откровение странника» своему духовному отцу. Он нищий был, но в то же время он был богатый. То есть у него за плечами лежала котомка, в котомке лежали сухари, Библия и добротолюбие. Он ходил и, допустим, на лето он приставал к какому-то человеку. Это было до революции еще. Ну, времен примерно революционных. Нанимался немножко на сезон, строил там шалаш, у него были сухари, какие-то там на еду что-то ему давал этот человек. Он постоянно свободное время от работы, он читал Библию, добротолюбие, ходил, странствовал, общался и благовествовал. Книга называется «Откровение странника своему духовному отцу». Известная книга в православном мире. Поэтому, когда человек полностью продает свое имение, он приобретает больше свободы. Но это не всем, а тот, кто вместит. Это увещание, это не повеление. Итак, говорит от лица апостола Павла Феофилак, мне поручена проповедь по внимание, по велению. То есть, по велению. Я не должен это повеление ослушаться. Так, минуточку. Так, а мы продолжим. Итак, мне поручена проповедь по повелению, так что мне необходимо исполнить его. Его, то есть, по велению. Горе мне, если я не благовествую. 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Я этот стих уже приводил. И это не по властолюбию, а по нужде. Чье же повеление? Не просто чье-то, а спасителя Бога. Поэтому, если повелел это Бог, желающий нашего спасения, то, как я не покажу своего расположения спасительному делу? Мне Бог повелел. Поэтому, конечно же, я должен всемирно показать свое расположение. то есть, сделать это повеление от Бога именно с радостью, с наслаждением, а не сопротивляясь и не против воли. Вот Игнат Тихонович дает, мне поручено пробовать по повелению, на эти слова дает комментарий. Давайте зачитаем. Небольшой комментарий у него. Если сегодня было бы дано задание на бумаге в виде графика изобразить хронометраж времени от раннего утра до позднего вечера, то какое место займет проповедь? Но, как говорит апостол Павел, и так вторит ему блаженный Феофилак, «Мне поручена проповедь по повелению Божию». Сегодняшние пастыри могут сказать о себе только то, что они служители алтаря. Да, это, ну, громкие слова, конечно, высокие слова. Пастыри могут это сказать. И им поручено по повелению священно-началия. На каком архиерейском соборе, на каком епархиальном собрании за тысячу лет на Руси ставился во главу угла вопрос о проповеди Евангелия по всему миру? Это вот этот риторический вопрос задает Игнат Тихонович. Так, чтобы, разъезжаясь после торжественных богослужений и трапез, каждый из них вез не награды на бедренники, камилавки и митры, но хвалился бы перед всеми тем, что ему поручена великая миссия благовестовать о Христе. И чтобы каждый из них с радостным лицом и сердцем торжественно провозглашал повсюду, мне поручена проповедь по повелению Божию и по повелению моего любимого архиерея благовестника, который отныне будет для меня в этом деле примером всегда. То есть, как бы намекают на апостола Павла здесь Игнатий Тихонович. Четвертый стих Титу истинному сыну по общей вере благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа и Иисуса Христа Спасителя нашего. Толкование блаженного Феофилакта. Внимание! Сын может быть истинный и неистинный. Как блудник христианин это неистинный сын или корыстолюбец. Такой сын, хотя и возрожден через крещение, но неистинный, почему? Потому что недостой отца. Назвав Тита сыном и усвоив себе звание отца, апостол Павел снова уменьшает эту честь, говоря, по вере я не имею ничего больше в сравнении с тобой. Ничего больше по вере я не имею больше по сравнению с тобой, ибо она общая и ею возродились как я, так и ты. почему апостол Павел называет его своим сыном? Почему Тита апостол Павел называет своим сыном? Это Феофилак спрашивает. И дает ответ. Или чтобы показать свою любовь к нему Титу, или потому что он сам крестил Тита. Вот по двум причинам. так как у обоих одна и та же вера, они братья друг другу. Видите, во Христе апостол Павел и апостол от 70 Тит, они друг другу братья по вере. А так как Павел крестил Тита, он отец ему, крестный отец итак, выражение по общей вере означает братство. И этим указывает на братство, когда говорит от Бога Отца он возбуждает тем самым Тита, чтобы тот помнил, чей он сын, именно Божий. Смотри, как он чего желает простым людям, того же желает епископу и учителям. А Тит, кстати, он был, к слову сказать, он был епископом. Ибо ему, то есть Титу самому более других нужна благодатная Божия сила, как несущему претяжелые бремена нужна милость, как такому, которому трудно избегать повинности перед Богом во многом нужен мир, как поставленному в необходимость быть в столкновениях и вести непрерывную борьбу, ибо и одно исправное прохождение епископства возводит на небо, и одна неисправность неизводит в ад. То есть, если епископ исправно проходит свое поприще епископская, то это только это, то, что ему на него на его плечи Господь возложил, это его возводит на небо. Но, если есть одна неисправность во всем этом, все это его может внеизвести во ад. Так, смотрите, у нас в чате сообщения пришли. Врат Александр Шацкий приводит Иоанна Богослова, 22 глава, 18 и 19 стихи. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Меня слышно, нет? Слышно. Ага, благодарю. Брат Александр Шацкий приводит Иоанна Богослова, 22 глава, 18 по 19 стихи. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, то есть к этим словам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это чему брат прибавил эти слова? Это просто мы выше еще проходили, что не прибавляй к словам его, чтобы ты не обличал, чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом. Сестра Ольга Матина приводит вторая пара Липоминон, 18 глава, 13 стих. И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я. Это пример, как мы должны относиться к словам Бога, к словам Священного Писания. То есть и на эти слова, кстати, Игнат Тихонович написал стихотворение «Стожество, что скажет Бог, то из реку и я». На слова именно пророка Михея. Актиту, первая глава, пятый стих. Для того я оставил тебя в кредите, чтобы ты довершил недоконченную и поставил по всем городам пресс-фитеров так, как я тебе приказывал. Толкование блаженного феофилакта. Подобно тому, как в домашнем быту из приставленных на служение один делает одно, другой делает другое, так точно и они разделили между собой Вселенную, то есть апостолы разделили между собой Вселенную по частям и все трудились. Видите, для того я оставил тебя в кредите, чтобы ты довершил недоконченную. Что недоконченную? Там Павел проповедовал, но он все не успел и поставил человека именно Тита. Чтобы один исполняет апостол одно, одну часть проповедует на земном шаре, другой апостол проповедует другое. Правильнее сказать, не другое, а в другом месте проповедует Слово Божие. На это именно и указывает здесь апостол Павел словами «оставил тебя в крите», потому что сам Павел очевидно отправился в другое место, чтобы трудиться там. Смотри, как он не стесняется писать ученику, чтобы тот довершил недоконченное им. Ничего не стесняется. Поставил человека, обучил его сначала, а потом поставил. Павел заботится об общей пользе, а не о своей собственной чести. То есть, если бы мирской человек это был, который бы гонялся за славой человеческой, он бы сказал «не-не-не, я сам все, да, я больше потружусь, но я лавры потом все захвачу, а тут я не хочу с тобой делиться лаврами, с Титом, зачем мне с ним делиться». Апостол Павел был не такой нечиславный человек, он главное смотрел на общее дело. И, соответственно, он понимал, что если Тимофей будет епископом и будет еще больше приобретать людей, он понимал, сколько Павел еще себе приобретет венцов от Господа, он тоже об этом думал. Поэтому Павел заботился больше об общей пользе, а не о своей собственной чести. обрати внимание также и на то, говорит Ефилак, что все это он исправлял сам. Что же вело к чести или похвале, это он поручает ученику. То есть Павел делает все сложное сам, но то, что ведет к чести или похвале, он поручает ученику. Разумея рукоположение епископов и все прочее, что имело нужду в большем устройстве. Так он называет здесь епископов. Как называют? Под именем «Я поставил по всем городам пресвятеров» речь идет о епископах. И в послании к Тимофею также он называет. По всем городам поставил, говорит. Павел не желал, чтобы весь остров поручен был одному лицу, но чтобы каждый город имел своего пастыря. Таким образом, и труд будет легче, и наблюдение тщательное. Кстати, к слову сказать, что у нашего патриарха Кирилла тоже сейчас есть такая тенденция, он ставит по городам епископов. В нашем городе, в Елабуге тоже был епископ, но почему-то его перевели в другой город. Сейчас у нас нет епископа. А у нас город, к слову сказать, небольшой, кажется, ну, точно не могу, это цифры уже устаревшие, конечно, но 70-80, последний раз я слышал, население, тысячи, на один город всего. А раньше, представьте, буквально только лет, может быть, 10 назад, на одну епархию, ну, может, больше, да, на одну епархию, на Казанскую митрополию один епископ, представляете, сколько там миллионов людей, а тут всего лишь 60 тысяч, 70-80 и ставится епископ. И вот раньше Павел по всем городам старался ставить епископов в то время, в которое он описывает свои обращения к Титу. Сестра Девора приводит Матфея, 24-я глава, 14 стих. И проповедана будет сие Евангелие Царствие по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И так далее. Видно, у нее тоже у сестры не очень сегодня что-то видимо скайп барахлит. Ну да, в итоге будет проповедано Царствие Божие. И когда по всей Вселенной будет проповедано Царствие Божие, то тогда придет Господь. 6 стих. Так, братья, пожалуйста, может, я спешу, тороплюсь, если хотите, что-то можете сказать. Так, а я сейчас зачитаю в чате. А да, и тогда придет конец. Сестра Девора приводит к кремлянам 10-я глава с 15-го по 18-й стихи. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали напротив по всей Земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их. То есть многие услышат слова, но не все обратятся. И мы частенько говорим об этих вещах. Есть три вида благодати. Первая благодать, кстати, если хотите, самих вспомнить. Три вида благодати. Кто-то может это озвучить? Все ли помнят? Призывающая, обращающая и освещающая. И освещающая. То есть все что? Я на работе просто брат вот это мне ко мне. Ага, благодарю, брат. То есть смотрите, благодать призывающая, везде. Потому что никто не может назвать Господа, кроме как Духом Святым. И когда мы благовествуем людям, возвещаем о Христе, мы говорим, Христос за тебя умер. Ты это знаешь? Он говорит, как? Нет, я не знаю этого. Все, уже благодать действует. Ты приводишь ему слова, слова из Священного Писания, стихи Писания приводишь. Он это все слушает и уже получает благодать. И тут невидимо уже действует Дух Святой. Тут благодать именно призывающая. Дальше идет благодать обращающая. То есть когда слово обращает человека и человек это слово принимает, это благодать обращающая. Но этого мало для спасения. Еще должна быть благодать, как брат сказал, третья, высшая благодать, именно освящающая. Он должен войти в число Церкви. Как войти в число Церкви Святой? Потому что нет Церкви, нет спасения, как говорит священомученик Иларион Троицкий, который был замучен в начале 20 века. Вне Церкви нет спасения, потому что Христос умер за свою Церковь. А как ты говоришь «то я не в Церкви»? Ну войди в Церковь, войди, потому что от тебя тоже нужно. Не все же нужно чтобы тебе только разжевать и проглотить. Нет, ты от себя должен привнести что? Что человек должен привнести от себя для своего спасения? Когда за Него Христос умер? Вопрос ко всем. Покаяние, покайтесь и веруйте в Евангелие. О! Вера, именно веруйте, веруйте. Веру человек должен привнести. Благодарю, брат. Благодарю то, что не просто своими словами сказал, а привел даже стих Писания. Это более ценно, потому что мы всегда говорим, что говорите своими словами, но слова свои подтверждайте словами Писания. Это важно. И также в деле благовестия мы тоже должны этим же руководствоваться, этим же примером. Брат Николай Астахов спрашивает, чем опасно знание прежде веры? О, он смотрите сколько вопросов. Целый ряд вопросов задает. Первый вопрос, чем опасно знание прежде веры? Второй вопрос, чем опасно знание прежде веры? Это повторяется. Дальше говорит третий вопрос, кому и как знание помешало познать Бога? Это второй вопрос. И третий вопрос, пример из Библии и из нашего времени. Припомните, ну давайте по очереди соответственно отвечать будем. Вопрос ко всем. Ну помешало фарисеям и книжникам. А, я второй просто. На второй. А ничего, ничего, можно и в таком парад. Говори, говори, брат, говори. Фарисеям и книжникам помешало. Ну у них же было и надмение, что они знали Писание. На самом деле Господь их обличал, что вы не знаете Писание, ни силы Божьей. То есть это говорило о том, что у них не было страха Божьего, да? Вот просто я к чему это говорю, сегодня в чат выкладывали стих Писания, что страх Божий это те, кто поступает надменно, у того нет страха Божьего. Да, были избраны простые рыбари, то есть которые некоторые из них, мы знаем, что ходили и учились в Иоанна. Да, простые в данном случае синонимы это смиренные были избраны. Да, отличный ответ. Чем опасно знание прежде веры? Кто-нибудь братья, сестры тоже подключайтесь на подмогу братьям, у кого есть возможность, потому что многие понятно, что на работе находятся, будничный день у нас, мы это все с пониманием к этому относимся. Может быть сестры кто-то дома есть. Чем опасно знание прежней веры? Вот у тебя нет веры и ты имеешь знание, не у тебя, а вот у человека, условно говоря. Чем это опасно? Надмением. Знание надмевает. О! А любовь что? А любовь назидает. Назидает, да, знание надмевает, а любовь назидает. А надменные что? А надменные спасены не будут, как мы уже сегодня приводили эти стихи. Они погибнут. Бог не любит надменных людей. Это вопрос, чем опасно знание прежде веры. Ну и соответственно, давайте ответим, у нас еще несколько минуточек остается, пример из Библии для брата Николая. Из нашего времени припомните. Два примера. Один из Библии, что вот знание, оно опасно прежде веры. И кому и как помешало познать Бога. Кстати, пример из Библии брат Александр Шацкий привел. А из нашей жизни можно припомнить примеры? Ну, имеется ввиду из вашей, из моей жизни, не важно. У каждого же свой опыт, свои знания из своей собственной жизни. Брат, можно провести пример? Конечно, брат, мы ждем. У нас в Арнауйской общине есть такой брат, Валера Сокольский, у твоего жена приезжала на под деревку. И она хвалилась тем, что она чуть ли не какое-то там что-то одним словом защищала по Библии. есть я прочитал Библию, а сама вообще веры нету, то есть она неверующая в нее. Вот и этим она превозносила, что она Библию хорошо знает, а веры нету. Ну и в концовке тут до сих пор к Богу не пришла. А брат, вот доколе не смирится человек, он не придет к Господу. Важно смириться. Да. она зря только на кроткого, смиренного и трепещущего словес моей. С этим ей нужно конечно этот вопрос решить. сестра Девора приводит Исайя. Давай брат, говори, я зачитаю потом. А там стих хотел сказать, который ты сказал. 66 2 получается Исайя. А, да, 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 сестра Девора приводит Исайя, 47 глава, 10 стих. Так, Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они избили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто кроме меня. Видите, на себя понадеялась и к чему пришла? К чему пришла? К тому, что Бог обличает ее. Ты надеялась вот, и мало того, надеялась на что-то, да, тут и вообще крайность, на злодейство свое надеялась. И говорила, никто не видит меня. То есть, очевидно, намеренно делала злодейство свое. И называла черное черное, ой, белое черным, а черное белым. А что говорит пророк Исаия? Говорит, горе тем или проклят человек, который называет белое черным, а черное белым. Огонь называют водой, а воду огнем. Ну, это я, как бы, вы стих-то можете привести сюда. Это я цитирую не точно, но мысль передаю правильно. Так, пятый, давайте мы дочитаем толкование. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресс-фитеров, как я тебе приказывал. Подобно тому, как в домашнем быту из приставленных на служение один делает одно, другое, точно так и они разделили между собой вселенную по частям и все трудились. На это именно и указывает здесь словами «оставил тебя в Крите». Почему? Потому что сам он, Павел, очевидно, отправился в другое место, чтобы трудиться там. Смотри, как он не стесняется писать ученику, чтобы тот довершил недоконченное им. Он заботился об общей пользе, а не своей собственной чести. Обрати внимание также и на то, что все это он исправлял сам. Что же вело к чести или похвале, а именно это рукоположение епископов и прочее, он поручает ученику. Так Павел называет здесь епископов, по словам пресвитеры, и в послании к Тимофею также называют епископов. По всем городам говорит, он не желал, чтобы весь остров поручен был одному лицу, но чтобы каждый город имел своего пастыря. Таким образом и труд будет легче, и наблюдение тщательнее. Сестра Девора приводит нам еще к Еремии, 4 глава с 21 по 22 стихи. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны назло, но добра делать не умеют. А Господь что говорит? Будьте просты, как голуби. Нет, нет, как он сказал, будьте, как дети, ибо таковых есть Царство Божие. И святые отцы толкуют, что мы, как дети, должны быть не в плане ума, а именно по незлобию. Брат Александр Шацкий, 4 царств, 19 глава, 28 стих приводит. За твою дерзость против меня, меня с большой буквы, и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогой, которую пришел ты. Вот эти замечательные слова, на них хочется сегодня остановиться. Именно если ты не отвратишься от своего надмения, от своей гордости, Господь вложит нозри твои и удила, это как бы образ с быком приводит, укращает быков каким образом? Ему в нос ставят удила, и чтобы он был управляем и не буйствовал, ему делают больно в носу этими удилами и направляют в нужную туда, куда нужно, чтобы он шел. Итак, братья, я благодарю всех за участие, за слушание. Сейчас у нас время вопросов Игнатию Тихоновичу. Мы прошли сегодня первый титр, пятый стих. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром, брат. Вот сразу с вопроса начну. Так, я себе там пометил. Прежде всего, значит, задает, давайте, вопрос такой. Вопрос будет банальный, прошу меня простить, но постоянно задают вопрос, значит, нужно на него ответы. А в воскресные дни и в двунадесятые праздники когда можно делать и можно ли делать земные поклоны? Если можно, то какое время на литургии на божестве? По времени по церковному с шести часов вечера. Все, что церковное. А что касается пищи, работы с двадцати четырех. И вот уже в пятницу земных поклонов нет. То есть три поклона всегда бывают, а остальные поклоны на коленях не молятся. А в воскресенье уже с шести вечера ты можешь молиться с поклонами земными. Вот. А работать когда можно? Или говорят постный день. Постный день до какого? До двадцати четырех. Если не спишь, 24 часа уже есть. Пошло на следующий день, уже можешь разговляться. Вот и все. А вот на литургии это во время получается в какие там места делается поклон. А это другой вопрос. Везде торгуют по-разному. А зачем по-разному, когда оно должно быть одинаково? Не знают. Достойно земной поклон. Господи Иисусе Христе Сыне Божий молитв ради земной поклон. Дальше обязательно когда священник выходит с чашей и чашей благословляет народ. В это время земной поклон. Дважды. То есть через какое время он выходит последний раз. Все на остальные не указано. И поэтому надо придерживаться этой тактики. Всего в воскресном богослужении всегда великий пост и так пять поклонов когда литургия идет. А литургии нет только три. Все. Благодарю. Вот еще вопрос один меня просили спросить. Вот вопрос о аммонитянах и моавитянах. Не имея 13 глава 1 стих. В тот день читано было из книги Моисеевой слух народа и найденное написанное в ней. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки. Вот смотрите эти народы они существуют до сих пор. Если существуют то проклятие с них на них это также лежит клеймом или нет. Так же остается в силе до кончины века если они существуют. А то они может быть другое название. Сегодня это добывают такие что-нибудь не нравится сразу переименовали себя и все. И даже имя фамилия отчество все меняет. Но надо к этому относиться как к легкомысленно поступающим людям. Господь сказал в обеке за что Господь напоминает потомкам но это не обратиться. Они могут обратиться но войти в число которое в Израиле бывает служит вместе. Вот главное то где. Если язычник обращенный препятствий нету он может присутствовать при жертвоприношениях по сегодняшнему сказать на литургии. Но речь-то идет об евреях. А еврейское что было перешло намного заметнее мы дети Авраама по вере. Это то что там говорено было относится к нам. А мы не знаем за незнание не спрашивает Господь. Если нигде больше про это не указано не надо расследовать. Спросить его какой нации. Но он назовет себя таким. А откуда у тебя это понятие о нации. Ты можешь уже через две минуты сказать что он невиновен. Так что из-за этого тормоза никакого нет. Господь сказал Израиль это соблюдает. Они наблюдают за народностями. А к нам это совершенно не относится. Мы новый Израиль. У нас если он язычник уверовал в Бога все преграды рухнули. А для Израиля это остается в силе. Их число они не входят. Потому что когда они шли они их преследовали и отстававших уставших убивали. Это не проститься никогда. А при чем дети? Речь идет что Царство Небесное не закрыто. Речь идет о приложении к служению в храме иудейском. Вот о чем все. Да. Спаси любая нация которая сейчас находится на земном шаре для всех даже и туземцы они могут спастись. Но как относиться к некоторым особенным нациям которые в истории себя проявили ну например как пример просто не подумает никто лично как к цыганам например как относиться к другим народам. Ведь спасение не закрыто ни для кого правильно? Правильно. я даже встречал священником стал цыган с трудом я в это могу поверить но те которые у него прихожане они говорят так он от трех со своей нации они его прокляли так что он настоящий христианин и хороший священник вот сейчас такая беда с Израилем Иран объявил ей войну и только за прошлый день заслали беспилотников около девятисот даже не верится что столько может быть кто говорит четыреста но те перехватили а на чьей вы стороне не на чьей но только мы должны сказать Бытие 12 глава 3 стих вот где решение и Иран никогда не устоит Гитлер захватил уже половину Европы мир всем обил войну беда его была в том что он против еврейского народа поднял войну Гиммлер там этим руководил в печь живьем и все кончилось ничем Сталин только решил суд над врачами делать а там евреи одни все загнулся подложили что надо эта нация неприкасаемая для себя имею ввиду да обратятся да познают да примут они не приняли это остается в силе наша задача благословлять чтобы они познали Христа истинного спасителя которого распяли а которого ждут Машиаха то есть Мессию это будет антихрист на три с половиной года это мы должны им сказать мне приходилось не однажды с ними разговаривать есть те которые сразу отстали от них вот возьмите отец на ум Израилевич батюшка тут заходит он меня отцом называет в моем доме обратился не больше трех часов побыл и стал православным и стал сошел на нее на Деву Марии и что она она заговорила прославляя Бога на ну за что сошел Дух Святой и воспела она песнь на Симеона который встречал Христа младенца сошел Дух Святой и что великая великая речь излилась из уст его это выражается в благовестии это двадцатая глава вот прочитайте восьмой одиннадцатый стих Еремии в Ветхом Завете это было это мой любимый стих Еремия двадцатая глава восьмой по одиннадцатый стих кто-то ищет да я нашел ибо лишь только начну говорить я кричу о насилии вопию о разорении потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние и подумал я не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его но было в сердце моем как бы горящий огонь заключенный в костях моих и я истомился удерживая его и не мог ибо я слышал толки многих угрозы вокруг заявите говорили они и мы сделаем донос все жившие со мною в мире сторожат за мною не споткнусь не споткнусь ли я может быть говорят он попадется и мы одолеем его и отмстим ему но со мной господь как сильный ротоборец поэтому гонители мои споткнуться и не одолеют сильно посрамятся потому что поступали неразумно посрамление будет вечное никогда не забудется вот так вот теперь посмотрите у кого это в жизни было полностью чтобы эти стихи были его эпиграфом к будущей жизни к настоящей значит если бы он не заговорил если бы он испугался результат был бы совершенно другой огонь разлитый в теле в костях твоих вот какое выражение это у меня было 27 сентября 1962 год 17.00 моя жизнь полностью мгновенно изменилась вся я его не мог удержать себе этот огонь и так как лосманский катерок подводит кораблю который на ряде стоял я первому же матросу стал сразу свидетельствовать ничего еще не зная кроме искупительной жертвы минуты веры живем неправильно то есть обращение на два этапа первое понять что ты погиб погиб окончательно бесповоротно и навсегда я молился об этом и мне дана фраза одна которые люди боятся послушайте еще раз и повторите про себя если поверите бог никогда никому ничего в грехах не прощает без атак вот и все почему 6.23 послание к римлянам возмездие плата за грех смерть а дар жизнь вечная во Христе Иисусе вот все бери это за основание и ты поймешь не просто грехи маленькие большие ничто нечисто не войдет а что грехи великие мало это люди разделили бог смотрит на другое отступление от святых заповедей которые открывают нам глазам любовь на первом месте а как доказать кто любит меня соблюдет мои заповеди притом с радостью а не так что над нас ЕРО возложили вот так слушаю братья задавайте вопросы у меня все значит никого нет молиться будем а назначайте тогда Игнать Тихонович я смотрю сейчас так Георгий Кадушкин здесь нету значит Иоанна Фошуа тоже нет или совет на себе ряд есть кто Жоанна ну вот братья тут пропою достойно должно быть а потом своими словами выразите благодарность богу возвышенным тоном и в конце прославьтесь святую троицу я знаю вы глубоко верующие люди и громко скажите аминь и все слушайте кто согласен говорите сразу аминь молитва мгновенно делается вашей и так молитесь во имя отца и сына и святаго духа аминь достойно есть я кого истину блажите тебя богородицу пресноблаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафин без остления бога слова росшую сущую богородицу тебя величает благодарим тебя господи что ты даешь возможность собираться вместе со всех со всех твоё в земле в единомыслии изучать слово твое слава тебе отец и мысли только аминь 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 спаси христос аминь спаси аминь спаси христос аминь спаси христос аминь